МИТИНГ 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 Я хочу обратиться к союзу журналистов Калмыкии, которые раздули после всего этого такую тираду. Мне стыдно сегодня за то, что я опустился до такого. Мне очень стыдно, что сегодня происходит такое. И что я не могу себя контролировать. Да, я не могу. Но я отвечу вам так словами Чингиза Николаевича Берегова. Я не пряник, я не борцик, чтобы всем нравится. Я не глава республики. Я не строю над собой образов никаких. Я простой человек, который живет. Простой человек. Я даже не говорю, что я истинный какой-то калмык. Я обычный такой же калмык, как вы и все. Почему сегодня такое внимание моему нехорошему поступку вы выделяете, но не выделяете внимание тому, что так грязно обозвать. Этих смелых людей, которые сегодня просто выражают. Достойных людей, которые выражают сегодня глаз. Честно, смело сегодня выражают свою гражданскую позицию. И этих людей обвинив, учителей, обыкновенных пенсионеров, обвинив их в вандализме открыто на всю Россию своих же земляков. Вы не можете просто извиниться. Так, уважаемые журналисты, почему же вы не боретесь за эту правду сегодня? Это позор! Вы не достаны сегодня называться журналистами! Этот журналист, которого я послал, я знаю... Холинбуд, я буду по-простому. Я не оратор. Я еще раз извиняюсь. Я простой человек, и поэтому я вам еще раз хочу тем самым доказать, что нету никакой проплаченности, нету никаких текстов. Нету это все чисто личные эмоции, сугубо личное мнение. Независимо ни от кого, ни от какой оппозиции, ни от каких проплаченных лиц, от групп каких-то там старой ли оппозиции или новой. Я просто обычный человек, который в свое время молчал, терпел, которому говорили, не надо туда лезть, не надо об этом песне петь, не надо говорить про этот парк за 20 миллионов, которые там не освоили в свое время. Сами вы знаете, кто, да? Кто куда-то свалил, кто-то кого-то отпустил, свободно, чтобы он свалил куда-то за эти 20 миллионов. И сегодня, значит, когда я решил говорить, все говорят, а что ты раньше молчал? Почему я раньше молчал? Потому что эти же люди, эти же люди просили меня, просили меня не влезать в это дело. Они говорили, братишка Бича, они, они, что-то, устал, аргулы, они, кирик угацаны, иди кичинаны, неги пичкен бэйца, кюлеца, евре ерки билэк каляца, евре кислин кэтилмыш кэчэ, буйн болтка кэчэ, ной луна кэчэ, такчык су! Эн, еврея иметтік, эн чона беттік, манахна дотрас юм чигин риздік, ол нэмпназ, зулсун хулгназ, мана, йосында, ходнын, иннэл, илгэдік, ол сэмпн, зоргтэ, кэлтэ, амтав, кэлтэ бақчуд, номтав, ата кэнэ зээшки, эргэ дотрасудык сээчуд, илі хара чуд, илігэдік, үшлур, маутаги сэмпэ, үрткэпцагин сээдэдэп, үхан маутаги сэмпэ, илігэд, үшкэрт халюнгуд, сегодня такое происходит, в моей республике, там, где я живу, откуда я уезжать, никуда не собираюсь, я заявляю открыто сегодня перед теми, сегодня у нас не могут даже, халюмбуд выехать даже, о чем вы говорите, у нас сегодня Россия под санкциями нереальными находится, куда нам выезжать, загоняют, держат, и здесь раскрывают эту боту войну, и мне сегодня стыдно, что Трапезников говорит про 28 тысяч мрот, у телеканала Ура Релот, и ведущий даже не поправит его, что он поправляет его, ну 20 тысяч, говорит, ну какие 20 тысяч, о чем вы говорите, где вы видите такие зарплаты, у нас 12 тысяч получают, правильно так или нет, что за это варенирует, это вот, я не знаю, это для Москвы делается, не для народа же, ну, и самое главное, что меня возмущает, все это видят, все понимают, я прихожу дальше, выступаю на свадьбах сегодня, говорю, пою свои песни, люди подходят, и эти же, да, из администрации люди ко мне подходят, говорят, блин, молодец, да, вот говоришь, мы не можем, да, туда-сюда, и они же потом извиняются за то, что в комментариях они против меня писали, вы представляете, вы представляете, и мне так жаль этих людей, мне так жаль этих людей, я смотрю, я думаю, ну, кем мука, ну что, вот дай я хмополочный, говорят, монаха, лингус, керкс тоже, ну, что теперь делать, уже доходит от того, что я выхожу один на один, раз на раз, чтобы просто доказать, что я мужик, а не тряпка, люди провоцируют, я сегодня не жалуюсь, я сегодня нахожусь в глубоком моральном омрачении, и я знаю, что я сегодня не один такой, я знаю, что чаяния людей, просто, вы меня, халенгут, простите за эмоции, я просто уже не могу, я на пределе, я не могу терпеть это вообще, то, что происходит в моей калмыкии, и поэтому я говорю, вы все, одни и те же, кто выходит, вот говорят, одни и те же уходят на эти митинги, вы все к камне, потому что вы до сих пор выходите, я вами горжусь, халенгут, халенгут, ура, халенгут, ура, халенгут, это наш город, это наш город, тропинников, тропинников, ты не достоин быть здесь сегодня, сегодня даже эта микромизерная часть народа, даже если 50 человек сегодня стояло, это именно часть твоего народа, это именно люди, здесь половина голосовали за Бату Хасикова, почему он молчит, о каком конструктивном диалоге может идти речь, когда на встрече меня прилетно, Чингис Николаевич Берикова оскорбляет присутствие учителей, присутствие советников из Совета Федерации людей, высших федеральных чиновников, такая встреча, да, я был тоже эмоциональным, я повышал, меня даже Бадма Акчебейна поругала тогда, простите, Бадма Акчебейна, я на эмоциях говорил, но я говорил от себя лично, ни от кого, ни от вас, ни от Кирсана, ни от Торлова, ни от кого, от себя, ни от какой оппозиции, и опять меня возмущает, почему глава молчит, когда меня называют, ЧИ БАУГА, на встрече с главой, мне говорят, Берико мне говорит, ЧИ БАУГА, я говорю, да, ну юнгад би БАУГА, ЧИ БАУГА, бэклитэс, чИ дала келядэнэш, гидэна, я говорю, ну, болна, би, от 1, яста залоз, монотелефоны, хаячкат, болчкат, все, забрали, адвокатеры никого не пустили, на встречу, от ее ста залоз, что ли, это ее ста залоз, где их совесть, почему Батус Сергеевич промолчал, когда меня оскорбляли, да я понимаю, потому что он даже не понял, что сказал Берико, он не понял даже, что сказал Берико, мне обидно, знаете, я сидел в встрече с главой, вот так, это после того, что я не хотел идти на эту встречу, я не хотел ввязываться в Холимгут, сегодняшний раз, на первом митинге, в самом я сказал, что Холимгут, я обратился к людям, пожалуйста, я сам обращался к людям, чтобы люди не ввязывались в эту войну, ботскую, не оскорбляли друг друга, я просил, и также обращался к главе, потому что я боялся, что произойдет этот раскол, но они, они начали эту ботовойну, они сегодня начинают поливать грязи достойнейших людей, и защищают тех людей, которые после вот этого инцидента в интернете мне звонят, мне тут же сразу после того, как я это грубо выразился матом, послал ее в баню только с матом, так скажем, с ее предложением наглым и грубым, чтобы я поучаствовал в их передаче, якобы мы там жалуемся на недостаток внимания со стороны властей, там жалкая оппозиция, как они обратились, это что за тыканье обращения, разве это достойно вообще? Журналист должен разве так себя вести со своими, даже со своими, и они же говорят, что вот вы привели эту Зуеву бурятку, к нашим даже, лучше бы наших журналистов пригласили, какую-то бурятку, ага, и призывает меня, значит, к какой-то совести, что я калмыков не уважаю, оскорбляю, ну извините, что за национализм? Причем тут вообще? Какая разница, кто она по национальности? Это же достойнейший человек, во-первых, мне кажется, потому что она приехала просто с Бурятии, представляете, ее уволили там за правду, она приехала помочь нам, она даже не представитель бурятского братского народа, а просто житель этой республики, которому небезразлична также и судьба народа, братского ей, братского народа в республике, в которой она просто живет, и этот человек, я считаю, достойнейший человек, которого мы должны поддержать были, и нас обвиняют, пишут, что мы прогнулись, там еще что-то, а калмычку там я оскорбил, вы извините, мне дело, извини, я передаю полностью этот разговор, я не буду записанный разговор наш публиковать, как я пообещал тебе, но я скажу так, вот когда она мне позвонила, у нее не было даже никакой обиды, она попросила просто удалить меня пост, удали пост с этим, говорит там, с оскорблением, я говорю, ну дело же не в оскорблении, тебя, наверное, правда коробит, потому что ты появилась ровно через минуту, после того, как я упомянул, что все бонды и фейки, это, есть у нас информация, что замешанные, в основном, в ботовойне, замешанные именно люди с Рия, Калмыкия, но есть информация, уже не один человек говорит, и с Белого дома уже сдают, и все говорят уже, ну вот так есть там, да, вот, просто никто не хочет до судового вот это доводить, никто не хочет, есть уже доказательства, даже угрозы моей дочери поступают сегодня, Халимгут, я никуда не уезжаю, никуда не собираюсь уезжать, хочу вам сказать, и зарядиться смелостью, вас, не будьте мощными, не будьте инертными, выходите, я вами горжусь, я вами горжусь, Халимгут, я рад, что вы сегодня со мной здесь, вот, договорю еще пару слов, извините, и вот этот человек, когда она мне позвонила, я начал, вы, вы говорите, мы вроде начали на таких тонах говорить, уважительно, я говорю, Гела, я говорю, что происходит, я же знаю, что там происходит, она говорит, ну, зачем ты так, это мы можем в личке друг друга послать, а там, да, там, и она говорит, я вас там, артистов уважала, когда-то вас подтягивала куда-то там, типа, вы все нормальные люди, но, если ты нормальный уважающий человек, ты видишь, сегодня нас льют грязью, ты видишь, сегодня нас открыто, бота войну открыли, и, судят, ты же говоришь, что ты мне уважаешь, ты видишь, меня за правду, за гражданскую позицию просто судят, ну, а какой, что за двойные стандарты у тебя, ты лукавишь, я говорю, я где ханч гела, зачем, я маран киргер, это отменюнки одинет, она мне, сразу же, я просто передаю ей, не приукрашиваю, она говорит, так, не говори со мной на калмыцком, пожалуйста, я не понимаю калмыцкий, я не знаю, я вообще не собираюсь его учить, она сразу же выдает мне целую тираду, то есть, она не сказала, извини, я не понимаю, можно по-русски просто, сказала бы, да, но она говорит, я не знаю, я не понимаю, я не собираюсь учить, и мне совсем не стыдно за это, я говорю, гела, подожди, все, разговора нет, я тебе ничего не говорю, я тебе что, я просто употребил в своей речи, два калмыцких слова, что в этом такого, я не понимаю, почему такие слова я слышу, от корреспондента, рия, калмыкия, я не понимаю, тебя вроде гела, на Минханова зовут, я говорю, что происходит, она говорит, еще раз, не говори со мной на калмыцком, я вообще не калмычка, я говорю, а кто ты тогда гела, она говорит, у меня мама, кореянка, а там папа еще кто-то, и вообще я индоутка, она мне так сказала, я говорю, гела, поле людей, я даже за это не разговариваю, зачем ты начинаешь, не все, я говорю, просто пару слов сказал, я понял, но не надо, но, я к чему это все говорю, и союз журналистов, калмыкия, ровно через час, делает целую, статью о том, как они, обвиняют меня, что я калмыцкую журналистку, калмыкии, да, заслуженно, калмыцкую женщину, извините, по-моему, калмыцкая женщина так не должна себя вести, разговаривая само через сигаретную затяжку, нам было вот так вот говорить, да, мы про властный канал, и че, но как это так, это и че, это не должно быть так, и че, я сейчас на эмоциях, опять снова, снова наговорил, еще раз я говорю, простите, Холлингут, но сегодня так происходит, как есть, так есть, я рад еще раз вашему приходу, и хочу обратиться еще раз к Трапезнику, и к нашему главе, уважаемый Дмитрий Трапезников, вам не место на нашей земле, покуда мы живы, покуда мы живы, мы будем говорить правду, и вы нас не заткнете, никакими ботами, никакими ботовоинами, мы знаем ваши технологии, с помощью чего Трамп выиграл в Америке, выборы прошлые, мы тоже помним, это все спецслужбы, тщательные, очень знаменитые российские спецслужбы, которые сегодня развернули гигантскую войну, против обычных людей, чтобы формировать их мнение, все это уже становится очевидным, я рад, что даже здесь есть и пожилые, и молодые, которые понимают, осознают это, это, слава Богу, и, Бату Сергеевич, я больше не верю в вас, я не могу молчать, и, пожалуйста, уходите! Уходите, Бату Сергеевич! Уходи! 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 Перестаньте врать народу! Субтитры подогнал «Симон»